Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас чудесное богослужение. Господь многое уже сказал, на многое обратил внимание. Сегодня у нас еще также и воспоминания страданий нашего Господа Иисуса Христа, воспоминания того, что Он сделал. В Евхаристии, когда мы благодарим Бога, благодарим Иисуса за жертву Голговскую, за служение Иисуса. Давайте еще мы некоторое время будем изучать Писание, откроем наши Библии. Откроем Библии наши. Нету, да? Четвертая глава Иоанна. И мы рассмотрим сегодня известную беседу Иисуса Христа. Иоанна, беседа, которая захватывает наше внимание, беседа, которая читается на одном дыхании. Это Иисус Христос из Самарянга. Если вы помните, в прошлый раз мы уже рассматривали часть этой беседы, и мы увидели цену служения Иисуса. Мы видели, что Иоанн обращает внимание, что Иисус ходил по земле. Он тратил много силы в своем служении, Он тратил время для служения, Он тратил свое здоровье, чтобы послужить людям. Мы видели также, что Христос, Он был человеком, Он принял человеческое тело, и Он утомлялся. Он жаждал, Он голодал, и Он это сделал для чего? Он заплатил эту цену за служение, чтобы послужить нам, людям, чтобы спасти нас, грешных и погибающих. Сегодня я хочу предложить дальше, друзья, взглянуть на эту беседу и на служение Иисуса и увидеть сегодня суть Его служения. Что именно Господь делал? Зачем Христос служил? Иоанна 4 глава 7 стиха по 30 прочитаем. «Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды, Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищу. Женщина самарийская говорит Ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякие пьющие воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо, ты сказала. Женщина говорит Ему, господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, но настанет время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. Аминь. Братья и сестры, мы видим эту историю, мы знаем ее, много песен написано, стихов. И вот мы видим служение Иисуса. И зачем Он служит? И первое, чтобы утолить духовную жажду жаждущих. Все нам знакома обычная жажда, и особо описывать ее не надо. Даже здесь, на собрании, мы часто утоляем свою жажду. Нашему организму постоянно нужна вода. И ученые говорят, так я не знаю, насколько это точно, но говорят, что без воды человек, по сути, может прожить только 3-4 дня максимум. Он еще проживет, может, до 10 дней, но потом уже нужна госпитализация. Без еды он может жить около 60 суток. Но вода нужна постоянно. И в среднем человек должен выпивать, говорят, ну, там, если не перегибать, то около литра на день. Если меньше, человек начинает ощущать дискомфорт. Начинает сухость во рту, сжение где-то там внутри. Болит голова, повышаются артериальные давления и тому подобное. Здесь, в Палестине, когда Христос беседует с этой женщиной, она знала, что такое жажда обычная, земная. Но Господь говорит о жажде духовной. А духовная жажда, братья и сестры, это тоже дискомфорт. Это дискомфорт от недостатка духовной энергии, от недостатка духовного питания. Это тоже ощущение чего-то, что человеку не хватает. И если это дискомфорт, то, конечно, есть и, можно сказать, побочные эффекты этой жажды. Что происходит с человеком, когда духовная жажда не утолена? Если наша обычная жажда не утолена, нам неприятно, нас болит что-то, мы теряем, может быть, даже сознание и так дальше. Но что происходит, когда дух истощен? Что происходит с человеком, когда сердце опустошенное, когда внутри дух не имеет этой живительной влаги? Если присмотреться к этому тексту и к самарянке, то Христос не просто так заговорил с ней о жажде. Эта женщина, самарянка, она обычный, можно сказать, типичный пример духовно истощенного человека. Самарянка – это обычный или средств общества, который духовно истомился, который духовно не имеет силы, он вот-вот уже умирает. И мы видим, как проявляется это духовное истощение. Я думаю, бросается в глаза, вот если кто читал разные переводы, вот такая неприветливость этой женщины. Она немножко резкая, она даже иногда грубая. Братья и сестры, Писание говорит о том, что состояние плотского христианина, в котором духовно нет утоления этой жажды, это раздражение, это грубость. Если я замечаю в себе раздражение, если я замечаю за собой грубость, если я замечаю за собой неприветливость, это потому, что я духовно истощился. Моя духовная жажда не утолена. Мы видим этой женщине также наличие барьеров. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи и самарянами не сообщаются. Барьеры бывают разные. Они бывают национальные, они бывают социальные, религиозные. Что это такое? Это закрытость, отторжение от других людей. Это нежелание общаться с другими по причине социальных барьеров, по причине социальных различий или по причине национальных или религиозных. Мы не задавались вопросом, почему эта женщина пришла в полдень одна? Обычно женщины, если мы смотрим даже в Библии, мы видим, что когда они ходили, они ходили вместе. И это не был полдень, это не была вот эта самая жаркая палестинская часть дня. Она пришла потому, что, друзья, барьеры были не только у нее, барьеры были и у горожан. Она жила среди людей, которые тоже были духовно истощенные, духовно изголодавшиеся. И они построили эти барьеры, у тебя пять мужей, и сейчас ты живешь в гражданском блуде, извини, ходи за водой сама. И вы знаете, результат, друзья, результат – это одиночество. Люди, которые духовно истощенные, они часто бывают одинокими. И вы знаете, когда она обращается ко Христу, она по-другому говорит, оставь меня в покое, дай мне спокойно набрать здесь воды, я не ожидала, что я тебя здесь встречу. Остань от меня, а я наберу воды и ухожу. И вы знаете, если бы у Христа были барьеры, мне трудно представить, чем бы закончилась эта история. Есть такое слово «индивидуализм», когда человек – вот я, и больше мне никого не надо. Когда мы строим эти стены друг от друга, братья и сестры, это по причине духовного истощения. Это не по причине, потому что люди плохие. Это проблема в нас, это причина в нас. Нет утоления духовной жажды. Пустое сердце, говорит Пол Вошер, оно прячется от других, боясь быть обнаруженным. Пустое сердце прячется от других, потому что есть страх быть обнаруженным. Обнаружит мою пустоту, обнаружит мое истощение. Я лучше буду вот так в своем мире жить. Третье проявление духовного истощения – это игра в религиозность. Что говорит эта самарянка? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Что нам напоминает это, друзья? Когда мы какие-то сакральные вещи, мы превозносим, мы держимся за них всеми руками, всеми фибрами своей души, потому что это то, что у нас осталось. Настоящего поклонения Богу, настоящей жизни нет. Я духовно истощен, и вот хотя бы что-то, за что я держусь всеми руками. Я играю в религиозного человека. Я давно уже знаю, что те песни, которые я пою, они вообще не соответствуют моему состоянию. Мы поем о радости, о каком-то утешении. Какое утешение? Но я играю. Я продолжаю играть в религиозном. Я принимаю благочестивый вид, но силы его давно благочестия отрекся. Эта женщина пять раз замужем, шестой раз, она уже живет в блуде, но она готова доказывать преемственность религиозную. Она готова показывать, что патриарх пил из этого колодеца. И неужели ты больше? Истощенные люди, друзья, они особенно любят сакральные вещи. Они особенно любят спорить о каких-то догматических, исторических вещах. Потому что это все, что у них осталось. Их нет духовной жажды, они утоленные. Они уже много лет живут и не питаются от истинного источника. Есть такая песня «Игра в христианство». И духовно истощенные люди, они играют в христианство. И последнее, что мы видим, друзья, в этой женщине, это зацикленность также на своих проблемах. Зацикленность на удовлетворении своих потребностей и желаний. Господь говорит этой женщине о вечном, о духовном. А женщина говорит ему «Господи, Господи, дай мне этой воды, чтобы не иметь жажды, не приходить сюда черпать». Духовно истощенные люди, они видят, смотрят только вниз. Духовно истощенные люди, люди опустошенные, люди ослабевшие, с пустым сердцем, они видят только земное. Они не имеют силы поднять глаза к небу. И примеров этого очень много в Писании, думаю, вы сможете вспомнить. Но тем не менее, братья и сестры, мы видим, что Господь не брезгует этой женщиной. У Господа нету этих барьеров, у Иисуса нету этой зацикленности, у Господа нету вот того, что часто бывает в истощенном духовного человека. Он не отворачивается от них, потому что его служение, суть его служения, он пришел как раз к таким людям. Он пришел как раз помочь духовно истощенному, духовно изголодавшемуся, духовно обессиленному человеку. И он прошел более сотни километров пешком, чтобы встретиться с этой женщиной, потому что он знал, что она погибает. Он пришел, чтобы утолить ее жажду. Он пришел, чтобы вывести из этого пагубного состояния. И вот что он говорит, и 14 стих, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни вечной». Христос говорит, «Я могу решить твою проблему настоящую раз и навсегда. Я могу решить ее даром. Я могу дать тебе вот то, что тебе не хватает, воду жизни, и эта вода сделается тебе колодцем. Хватит тебе и хватит твоим ближним, и ты будешь помогать утолять жажду другим». Что имеет в виду Господь? Когда мы смотрим дальше в Евангелие Иоанна, 7 глава, 37 стих и 39, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Через веру Иисуса Христа верующий принимает Святого Духа. Кто верует в Иисуса Христа, у того источник воды живой не высохнет до вечности. Вот чего, братья и сестры, не хватает духовно истощенному человеку. Ему не хватает Духа Святого. Вот этот вакуум внутри, вот эту пустоту внутри может заполнить только Дух Святой. Это не заполнишь песнями, это не заполнишь стихами, это не заполнишь добрыми делами, религиозностью, не заполнишь ничем. Это заполняет только Святой Дух. Никакие заменители не помогут. Христос говорит в Самарянке, вода, которую я дам, Ему сделается в Нем источником воды текущей жизни, в вечности. Дух Святой будет сопровождать Себя до вечности. Это будет жизнь с избытком. И Он говорит, что нужно сделать? Поверь, поверь искренне в Иисусе и приди к Нему, скажи Ему об этом. Господи, я жажду, Господи, я истомилась, Господи, я истощен духовно, у меня нету сил, я выгорел полностью. Поверь, что только Он может утолить твою жажду. Это Его служение, Он пришел для того, чтобы ты имел жизнь, не имел ее с избытком. Поверь в Него. Попроси Его об этом. Он не откажет просящему. Искренне обратись к Нему. Христос говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Иди, как ребенок идет к Папе, который может утолить Его жажду, может накормить. Приди к Нему просто с верой, со смирением и с просьбой. Итак, друзья, суть служения Иисуса – это утолить духовную жажду, дать источник воды текущей в жизнь вечную, дать Духа Святого, который будет в нас. Вторая, друзья, сторона служения Иисуса. Иисус, мы также видим, открывает истину. Женщина говорит Ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа, твой, ой, приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, тот, который ныне имеешь. Не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Я думаю, что нам знакомо слово самообман. Самообман, братья и сестры, это состояние, когда человек, по сути, может узнать правду, но не хочет. Он мог бы узнать ее. Он мог бы посмотреть правде в глаза, но он не хочет. Ему комфортно не думать о правде. Ему комфортно не смотреть на реальность, не говорить о ней. Наоборот, всячески избегать реальности, всячески избегать правды. и жить вот в своем придуманном мире. Он сам себя обманул. Он сознательно отказался от правды. Он сознательно поверил в собственной лжи, которую сам придумал. И множество людей сегодня живут в таком состоянии. Они предпочитают не думать о истине. Я недавно тоже говорил о ролике, смотрел ролик, где человек задает простой вопрос людям, пропагандирующим ЛГБТ. Он задает вопрос, кто такая женщина? И когда он пришел в учебное заведение с вопросом, я говорю, хочу узнать истину. Его оттуда выгнали. Они не хотят даже слушать слово истина, потому что постмодернист говорит, что нету истины. Это что-то абстрактное. У каждого своя правда, у каждого своя истина. Это заблуждение. Это самообман. И вот когда ты встречаешься с Иисусом, все меняется. Потому что служение Иисуса – это открыть правду, открыть истину, осветить скрытые во мраке. И неожиданно для себя самарянка стоит перед голой правдой. Христос дает даже ей возможность сказать эту правду. Христос, как говорится в народе, дает ей возможность посмотреть правде в глаза и признать ее. Пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Христос, конечно, знал ее состояние. Христос знал истинную реальность. Он знал, что она успела уже поменять пять мужей. Он знал, в каком грехе она сейчас живет. И это была правда. Это была истина ее прошлого. Это правда ее настоящего. Это была горькая правда. Но это была реальность. И Христос, когда видит ее искренность, Он озвучивает ей всю правду. Он озвучивает ей всю реальность и услышав правду о себе, эта женщина уверовала, потому что это мог сказать только Бог. И когда мы смотрим потом ниже, она свидетельствует своим согражданам, она говорит, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Это слово истина, это свет истины, свет правды, которую Христос пролил на ее жизнь, Он изменил ее жизнь. Поэтому суть служения Иисуса Христа, братья и сестры, это открыть правду, открыть истину, открыть объективную истину, показать реальность, какой она есть. И когда Он жил на земле, Он напрямую говорил. Сегодня же Он говорит через Слово. Евреям, друзья, апостол записал, помните все, мы наизусть знаем этот текст, ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие может сказать себе правду, реальность, какой она есть. Если ты живешь в самообмане, в глубине души ты знаешь, что что-то не так, ты убеждаешь себя, ты переубеждаешь себя. Посмотри в Слово, посмотри, что Господь говорит. Мы также читаем, апостол Павел говорит, что церковь призвана провозглашать истину и говорить правду на основе Слова Божьего. Когда апостол Павел приводит в порядок Коринфскую церковь, он говорит там такие слова, 14 глава 24 стиха, но когда все пророчествуют и войдет, кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. В церкви должна звучать истина через братьев и сестер. Если ты живешь в каком-то самообмании, и ты видишь вот эту духовную истощенность, ты раздражаешься, ты истощен духовно, у тебя барьеры с людьми, у тебя вот надуманная какая-то религиозность, ты играешь в христианство, у тебя есть шанс выйти из этого состояния. Приди к братьям и сестрам, что ты думаешь о моем христианстве? Подойди к своей жене, а жена подойди к мужу, поговорите, посмотрите вместе на описание, что Господь говорит. И Господь через Духа Святого выведет из самообмана, Господь скажет объективную правду через Слово Свое, через Духа благодать. Поэтому не хочешь жить в самообмане, обращайся к Иисусу. Тяжело посмотреть правде в глаза. Скажи это Иисусу, Господи, скажи мне истину. Испытай сердце мое, узнай помышления мои и зри не на опасном ли я пути. Открой Слово, иди в церковь. И Господь, Его служение, то, что Он делает, это сказать истину. Итак, друзья, суть служения Он утоляет духовную жажду, Иисус, Он открывает также истину. И третье, мы видим, Он учит поклонению. 19 стих. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе есть. После того, друзья, как Самарянка услышала правду о себе, когда она пережила чудесные прикосновения Божьих слов, у нее возникает вопрос о поклонении. Что такое поклонение? Буквально это значит упасть на колени и поклониться до земли. Упасть на колени и поклониться до земли. Почему? Мы поклоняемся Богу не за что-то. Когда мы за что-то поклоняемся, это благодарность. Мы благодарим Богу. Но мы поклоняемся Богу потому, что Он Бог. Поклонение Богу это признание, это исповедание Его величия. Бога как Творца. Признание Его господства, Его власти, Его славы. Но мы знаем, что в то время была особая форма поклонения. Нужно было прийти в храм. Это было единственное место для истинного поклонения. Нужно было совершить установленный обряд поклонения. И вот Самарянку интересует, а что делать дальше? Где поклоняться? Где поклоняться? А здесь или в Иерусалим? Вот Иисус учит ее, дает ей правильное и истинное представление о поклонении. И он говорит, что истинное поклонение, оно не ограничено каким-то местом. То есть, если раньше это был только Иерусалимский храм, то он говорит, наступает новая эра, наступает новое время. На любом месте земного шара люди могут поклоняться Богу. Истинные поклонники так и делают. Они не ждут воскресения, они не ждут субботы, они поклоняются Богу каждый день. Они каждый день исповедуют Его величие, признают Его своим Богом. Они знают Его атрибуты, они хвалят Его, славят Его за то, каков Он. Они видят Его превосходство и они повинуются Ему каждый день. Когда мы говорим, что мы только в воскресенье поклоняемся, это совершенно неправильно. Потому что, если мы в понедельник, вторник, среду и другие дни не поклоняемся Богу, то мы не впечатлим Бога здесь какими-то песнями. Мы не впечатлим Его тем, что мы глаза закроем или закатим их, или руки поднимем. Этим мы не впечатлим Бога. Потому что истинное поклонение каждый день, это повиновение Богу каждый день. Джон Маккартур говорит, что самое великое поклонение Богу это смиренно слушать Его Слово. В смирении слышишь Его. Вот это почтение. Вот это благоговение в первую очередь. И это ты можешь делать в любом месте, говорит Господь, до Самарянки и сегодня к нам. Второе, Он говорит также, что истинное поклонение это поклонение в духе. Это то, о чем говорил брат, что не просто вот когда ты что-то делаешь, соблюдаешь какую-то форму, когда ты просто поешь какие-то уже привычные гимны, но ты делаешь это сердцем своим, в духе. Жан Кальвин сказал, что Бог прежде всего желает внутреннего поклонения и только затем внешнего исповедания. главный алтарь должен быть в нас внутри и в сердце. Нам всем известен случай мальчика. Мальчики, слушайте внимательно. Когда вот он не сидел тихо, как много сейчас из вас, а папа его все успокаивал. И когда он наконец его успокоил, смирил его, мальчик говорит, папа, что ты видишь? Что вижу? Ты сидишь. И да, я сижу, но внутри я стою. Вот это то, что несоответствие форме и духу. Я вроде бы на собранию, но я не на собрании. Я вроде бы пришел поклоняться Богу, но мое сердце далеко отстоит от Него. Когда ты делаешь то, что ты думаешь о Боге, когда это действительно состояние твоего сердца, а не форма. Формой мы Бога не впечатлим, потому что мы видим, Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе. Бог в невидимом мире, Он дух. И было бы безрассудно думать, что невидимому духовному Богу будет впечатляющее наше не духовное, не внутреннее, а внешнее. Просто бездуховное поклонение не имеет никакого смысла. Марсенковский сказал, если сердце не молится, напрасно трудится язык. Если сердце не молится, напрасно трудится язык. Апостол Павел взывает в коринфской церкви, говорит, если вы поете, пойте не просто устами, пойте разум. Молитесь, молитесь не просто устами, молитесь сердцем. Это угодно Богу. Ты можешь в молитве выражать поклонение, ты можешь в послушании, ты можешь, вот многие проповедники говорят даже то, что ты меняешь памперс своему ребенку, и в этом ты можешь поклоняться Богу. Ты можешь это делать в покорности, в смирении, в кротости перед Ним, и это будет поклонение Богу. Ты можешь правильно и хорошо делать свою работу, и это будет поклонение. Но если это сердце, если это человекоугодничество, то апостол говорит, это не имеет никакой силы перед Богом. И третье, что говорит Господь, друзья, не только в духе, но и в истине. То есть, исходя от истинного учения обоих, истинное поклонение, оно может исходить только от истины, от истинного знания Бога, кто Он, каков Он, какие Его атрибуты, каков Его характер, какова Его воля, какова Его сущность. Айден Тозер говорит, правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни. Для нашего поклонения правильное представление о Боге имеет такое же значение, как фундамент для храма. Если фундамент поставлен неправильно или неровно, то весь храм рано или поздно рухнет. Если у тебя нету истинного понимания представления о Боге, если оно у тебя тем более ложное, ты не сможешь быть истинным поклонником. И самаряне, и самарянка как раз таковы были. Вы не знаете, чему кланяетесь, говорит Христос, а мы знаем, чему кланяемся, потому что спасение от иудеев. Господь дал им закон, Господь открылся им в Писании, потому что что такое Писание? Вы задумывались когда-нибудь вопросом, а что такое Писание? О чем Писание? О ком Писание? Кто такой Бог? Бог открывает себя нам. И самаряне, отвернув Писание, построив по политическим мотивам храм на горе Геразим, они не могли в истине поклоняться Богу. Нужна истина. Они соблюдали форму, но истинного Бога не знали. Поклонение от человека, который не знает истины, оно не будет иметь ни формы, ни сути. Поэтому Господь говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Такое поклонение Бога неугодное. Поэтому, когда Христос жил на земле, Он обращается к уверовавшим иудеям, говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Истина о Боге открыта в Писании. Бог открывает себя в Своем Слове. Джон Маккартур также говорит, что глубокое, богатое понимание Слова Божьего ведет к возвышенному, восторженному поклонению. Глубокое, богатое понимание Слова ведет к возвышенному, к восторженному, торжественному поклонению. Итак, чему учит Иисус Христос самарянку? Он говорит, что истинное поклонение должно быть на всяком месте, оно должно быть в духе, оно должно быть в истине. И это настоящий поклонник. Настоящий поклонник – это тот, кто на всяком месте поклоняется, кто поклоняется в духе и истине. И Он говорит, таких поклонников Отец ищет себе. И вот Иисус Христос пришел, чтобы научить нас поклонению. Вот давайте зададим себе вопрос, а какой я поклонник? Поклоняюсь ли я Богу каждый день? Сколько минут в жизни моей занимает время, когда я славлю Бога каждый день? Когда я просыпаюсь, говорю, Господь, Ты мой Творец. Господи, Ты создал меня. Господи, Ты пробуждаешь меня. Господи, слава Тебе, что Ты есть, что Ты Бог, видящий меня и любящий меня. Сколько времени занимает именно поклонение в нашей жизни? Какой я поклонник, братья и сестры? Как я в жизни своей больше, у меня, вот Барат говорил, ропота или поклонение? Больше недовольства или смирения? Если больше этого иения греховного, то нам нужно к Иисусу, потому что цель служения Иисуса – научить поклонению. Если ты не знаешь, как кланяться Иисусу, как Ему поклоняться Богу, как Его славить, как Ему служить, скажи это, Иисус, Ты научил самарянку. Научи меня. Господи, научи, сделай меня истинным поклонником. Открывайся мне в Слове Твоем. Помоги мне каждый день искать Тебя, лица Твоего, чтобы встретиться с Тобою и, как Моисей, потом сиять славой Твоей. Итак, братья и сестры, суть служения Христа. Зачем Христос служил? Иисус утоляет духовную жажду. Иисус открывает истину. Иисус учит истинному поклонению. И последнее, самое главное, это также личное знакомство с Иисусом. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, Который говорю с Тобою. Самое главное, что должно было произойти в жизни самарянки – вот этот момент истины. Иисус открывается ей, как Мессия. Мессия лично знакомится с самарянкой. Она знала, что придет Мессия, она знала, что когда Он придет, Он возвестит правду, Он откроет истину, Он ответит на все вопросы. Но Иисус говорит ей, это Я, Который говорю с Тобою. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что если вы читали вдумчиво Новый Завет, вы заметили, что очень мало людей, которым Господь вот так сказал. Это Я, Я, Я Мессия. Я думаю, почему? Потому что многие были не готовы. Многие еще на более ранних этапах уже отвернулись от Христа. Помните, ученики отошли. Кто может это слышать? Они не дождались того момента, когда Господь познакомится с ними лично. Когда Он откроется им, как Мессия. Они не дождались, и они ушли. И личное знакомство не состоялось. Но именно личное знакомство с Мессией, личное знакомство с Христом, оно меняет жизнь. Меняет все. И настоящее, и будущее. Мы знаем, что эта женщина, она уже, что она сделала? Она оставила водонос и побежала в город. Она благовествовала, говорит, быстро пошли все там, посмотрите, не тот ли, которого мы ожидаем, не Мессия ли там. Она благовествует. Кстати, тоже вот один проповедник сказал, что церковь собирается для поклонения, а расходится для благовестия. И мы знаем, друзья, что так было с учениками, так было с апостолом Павлом. Кто ты, Господи? Говорит Саввел еще тогда. Господь же говорит, я Иисус. И все. Жизнь апостола, еще не апостола, еще фарисея, еще такого, знаете, очень ревностного иудея. Она меняется полностью. Личная встреча с Иисусом. Как сегодня познакомиться с Ним? В Откровении, друзья, Господь говорит, 3 глава 20 стих, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Знаете, на Востоке это особое значение. Только очень близкие люди могли разделить ужин. Господь говорит, я стою у твоей двери, я стучу в двери твоего сердца. Если ты услышишь и отворишь, я войду и буду вечерять с тобой. Вот как происходит это, вот эта встреча с Иисусом, как происходит это личное знакомство, услышь этот стук. Если ты видишь, что ты живешь без Иисуса, и вы не знакомы, прислушайся внимательно, прислушайся к тишине, прислушайся к сердцу своему, может Господь стучится в твое сердце сегодня. Открой его. И Господь говорит, я войду, не буду вечерять с Ним. Ты познакомишься лично с Мессией. Вы знаете, это очень важно. Однажды этот вопрос будет иметь огромнейшее значение. Будут люди, которые скажут, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы многие чудеса творили? Не на улицах ли наших? Ты учил нас. Господь им скажет, вы имя Мое знали, но мы лично не знакомы. Отойдите от Меня. Я никогда не знал вас. Никогда не знал вас. И человек, не знающий Иисуса, он делает беззаконие, и он обречен на вечную погибель. Поэтому Христос пришел, братья и сестры, чтобы познакомить нас с собой, чтобы познакомиться с нами лично. И у меня вопрос, знаю ли я Иисуса лично? Общался ли я с Ним сегодня? Большая разница знать о Иисусе и знать Иисуса. Это огромнейшая разница. Знать имя Иисуса, даже этим именем бесов изгонять. Но если ты не знаешь Иисуса лично, это трагедия. Христос пришел, чтобы ты услышал этот стук. Если ты его слышишь, отвори, он уйдет. Итак, братья и сестры, суть служения Иисуса. Первое, Иисус утоляет духовную жажду. Второе, Иисус открывает духовную, открывает истину. Иисус учит истинному поклонению. И Иисус лично знакомится с человеком. Поэтому, если ты духовно истощен, если ты духовно ослабел, тебе нужен Иисус. Если ты живешь сегодня в самообмане, тебе нужен Иисус. Если ты не поклоняешься Богу, если ты поклоняешься идолам или не знаешь, как Богу поклоняться, тебе нужен Иисус. Если ты не знаком с Иисусом, Он стоит у двери твоего сердца и стучит. Нежно стучит. Кротко стучит. Открой Ему свою дверь, открой Ему свою жизнь, доверься Ему. Я хотел бы призвать, братья и сестры, свое благодарение. Давайте мы в молитвах будем благодарить Иисуса, что Он утолил нашу духовную жажду. Давайте в молитвах мы будем благодарить Господа, что Он открыл мне правду. Он открыл мне правду. Он открыл мне истины. Давайте мы будем благодарить Бога, что Он научил меня поклонению. И самое главное, что Он лично познакомился со мной. Давайте поклонимся Ему, поблагодарим Его Господи. Ты подружился со мной. Ты стал моим другом. Я благодарю Тебя за это. Эта дружба, Твое служение, Тебе стоило великих страданий. Но несмотря на это, Ты все равно совершил это служение. Да будет имя Господне благословенно. Помолимся, братья и сестры. Аминь.